Обзор Дорамы «Мэри, где же ты была всю ночь?» Это была моя первая Дорама с Чангинсоком, или сошей, как его именуют в нашем русскоязычном фэндоме. Абсолютный середнячок с достаточно банальными сюжетными линиями. Зрителям предлагаются любовный четырехугольник, проблема отцов и детей и проблема самовыражения. По большому счету, это простая и милая история о сложностях любовных отношений. Однако Дорама имеет свои преимущества. В первую очередь, это особенная ламповая атмосфера. Словно на улице зима и сугробы, а ты сидишь дома перед камином, укутанный в теплый клетчатый плед, и греешь руки горячей чашкой чая. Неплохой юмор спасает от скуки в моменты, когда действие затягивается. А за местный саундтрек можно простить все недостатки, ведь они тут не критические. Хотя Дорама и правда несколько затянута, но зато можно в волю полюбоваться Генсоком. Он здесь удивительно хорош и к тому же много поет. Именно его вокал звучит в большей части Остов к Дораме. Весь саундтрек, если что, можно найти на торрентах или во Вконтакте. Предупреждаю, созданный актером образ в этой Дораме – романтическая мечта многих девочек пубертатного возраста, а также уже взрослых барышень, которые все так же продолжают запоздать на свободолюбивых творческих личностей со сплошным изюмом вместо характера. Если вы относитесь к этой категории, вы обречены, ведь устоять перед очарованием героя и личным обаянием Соши тут невозможно. Дорама снята по манхве «Мэри не ночевала дома». К сожалению, в Дораме от манхвы не осталось почти ничего, кроме имен главных героев. А жаль, потому что там история интереснее и глубже, а диалоги искрят астроумием и внезапной глубиной. Сначала кажется, что это просто забавная история неожиданной любви между правильной, рационально мыслящей девушкой из элиты и бесшабашным и непредсказуемым металлистом. Прелесть, милота, нежнейшая романтика, отличный юмор. Но потом понимаешь, что речь пойдет о взрослении, взаимной перетирке и отстаивании своего права на любовь и врожденного права быть собой. Однако, к сожалению, всего этого мы пока прочесть не можем, потому что манхва, точнее ее перевод в хиатусе, и когда ее допереведут, неизвестно. Но даже то, что есть, вполне достойно прочтения и места в закладках. А вы смотрели эту дораму? Или, может быть, читали манхву? Как вам Чангенцок? Пишите свои мысли в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Спасибо за внимание и хорошего дня!